Вопрос в следующем Ну тут давайте рассмотрим сразу несколько вариантов Первое это молодое растение То есть вы приобрели корневище Посадили его Но тут соответственно нужно ждать Нужна теплая погода Когда нимфея укоренится Достаточно выпустить листовую массу Она конечно же зацветет Но тут скорее всего вопрос связан с взрослыми растениями Я уверен, что все нимфеи будут Вообще цветут достаточно хорошо Бывают просто некоторые ошибки То есть это связано с тем, что нимфея давно не пересаживалась То есть грунт истощился То есть листва мельчает Нимфея перестает практически цвести То есть нужно посмотреть Достать емкость, какую она посажена Скорее всего у вас просто она уперлась Уперлась либо перемахнула Просто пересадить ее Соответственно внести новый грунт Удобрения Еще бывает, что холодная погода То есть это часто бывает Тоже люди спрашивают Нимфея не цветет Выпускает бутоны Бутоны долго стоят Потом уходит под воду Отгнивает Это все связано с климатом С холодной погодой Когда холодная вода Мало солнца Нимфеи очень медленно растают И бутоны выходят на поверхность И не расцветают Это еще одна причина И значит Самая главная причина Когда немфея перестает цвести Взрослый куст Либо цветет очень скудно Это значит она либо закопалась Либо перемахнула То есть тут нужно ее пересадить Либо в большую емкость Либо разделить Как можно об этом узнать Смотрите значит Вы смотрите на свою немфею Если у нее стебли Лепестки Стебли цветоносов И стебли листьев Выходят крученные Листья корявые Это 100% у вас немфея зарылась То есть уперлась в край горшка И зарылась Это вот легко определить То есть Большинство растений Так вот себя ведут То есть она упирается в край горшка Зарывается вниз И потом выходят такие Крученые стебли Разные мятые листья Бутоны кривые Цветы кривые Это вот она значит Перемахнула И Вернее закопалась И если она у вас перемахнула Тоже легко определить Листва мельчает Листики становятся совсем маленькие Бутоны маленькие То есть вот в этом случае Нужно Пересаживать немфею Однозначно Делить и пересаживать Все это лучше делать В весенне-летний период То есть как минимум За месяц-полтора До того Как у вас немфея Отправится на зимовку Это основные моменты Когда немфея может Не цвести Так в основном Все немфеи Отлично себя цветут При условии Чтобы хорошая погода Правильно посажена А ну еще может быть Один вариант Что плохо цветет Вы слишком заглубили немфею То есть Я советую всем Сажать немфею На глубину 60-80 сантиметров Это оптимально Вода прогревается В этих слоях лучше И цветение немфеи Намного обильнее Так ну Я думаю что этот вопрос Я раскрыл Следующий вопрос Следующий вопрос Задает Так вот Сейчас правильно Главное мне Никнейм назвать Жанаки Сундари ДД Скажите Как делить Ананасовую немфею Тут достаточно легко У меня по моему Был видеоролик Сейчас не помню Если нет То я сниму На канале YouTube Чем отличается Ананасовое корневище От других Там допустим Орляковского Адората Ананасовое корневище То есть немфея Растет такими как бы шишками То есть основная Точка роста И вокруг Такие шишки Вот они как раз Из-за этого называется Ананасовое корневище Такая немфея Сажается Строго по центру горшка И размножается Надетками Которые нарастают В основном Вокруг основного корневища Делить ее достаточно Легко То есть Вы Размыли чуть сверху Грунт Увидели где идет растение Которое вам нужно Отделить новое И ножом С куском корня Прямо отрезаете Вот эту детку И пересаживаете В другую емкость Тоже по центру горшка Отломать там Достаточно сложно Там Очень мощная Это как бы Единая система Такое вот Корневище То есть Лучше всего Ножичком Не боитесь Повредить там Основное корневище Ничего страшного нет Делить достаточно Их легко Так же говорю Что сажать Строго по центру горшка И вверх То есть Не класть Она растет вверх Такими шишками Если Видео нет Я посмотрю Но скорее всего Есть у меня на сайте По-моему Есть как сажать Там ананасовое корневище Как делить Не помню Но я сниму Наверное Так Это будет конечно же Летом И Третий вопрос Третий вопрос Задает Аннушка Значит Вопрос заключается В следующем Что нужно сделать Ранной весной С нимфеями Которые зимуют В пруду Соответственно Как только у вас Растаял лед Вам нужно достать Свои Нимфеи Из зимовальных ям Если это позволяет Достать их И поставить Как можно выше Я стараюсь Сделать так Чтобы над ними Было 20-30 см воды Дело в том Что весной Верхние слои воды Прогревается Намного быстрее И соответственно У вас Нимфея Быстрее пойдет В рост Быстрее зацветет То есть Сперва нарастит Листовую массу Потом начнется Процесс ботанизации Потом цветение Ну и соответственно Постепенно Ее можно будет Заглублять Это вы увидите Когда уже будет Большой объем Листовой массы Достаточно Как бы Можно уже Заглублять Ниже Что еще Стоит делать Весной Весной Следует Обратить внимание Что у вас Вообще Творится С нимфеем Если она У вас Уперлась Либо уже Мало места Расти В емкости Следует Ее пересадить Пересаживать Я советую Методом перевалки То есть Обжать Емкость И Вытащить Всю нимфея С ковом земли Не нужно Очищать ее От корней Ничего Пересадить В большую Емкость Обложить Землей Ну и Соответственно Подкормить Удобрениями То есть Это основное Это стоит делать Это самое лучшее время Это как раз Весна Май Начало июня Для пересадки Нимфей Как раз Вы пересаживаете И Удобряете Что еще Можно сделать Весной Весной Можно поделить Нимфею То есть Если она У вас Уперлась И Не позволяет Вам Пересадить В большую емкость Она и так Уже Большая То есть Можно поделить Растения Делить Достаточно Тоже Легко У меня Есть Видеоролики На моем Канале В YouTube Вам стоит Кратко Так Шлангом Размыть Верхний слой Земли Очистить Посмотреть Как идут Корневища И отделить То есть Делить Нужно Ножом И старайтесь Отделять Вместе С комом Земли То есть Чтобы минимум Страдала Корневая система Тогда Она у вас Быстрее Приживется И Быстрее Начнет Свистить В принципе По Так вот По весне Практически Все Что Нужно Как бы Я рассказал Спасибо Большое За внимание Будут Вопросы Пишите Свои Вопросы С удовольствием Отвечу Все До новых Встреч Спасибо Спасибо